В Щёлкове набирает обороты кампания по социальной газификации населённых пунктов. Суть указа, подписанного президентом Путиным 11 июня – обеспечить частные домовладения голубым топливом для бытовых нужд в тех местах, где есть техническая возможность присоединения газовой магистрали. Основное преимущество для собственника в том, что газ до границ земельного участка, на котором находится домовладение, будет подведён бесплатно. Организационные вопросы проведения социальной кампании обсуждались на оперативном штабе под председательством первого заместителя главы администрации округа Сергея Горячева. План у нас обширный – 2300 домовладений, соответственно. Поэтому, Александр Александрович, давайте докладывайте, что у нас, какие проблемы на сегодняшний момент. На территории городского Крым и Щёлкова действуют два мобильных офиса ОМОС и Булгаз. Также всего за время проведения кампании по сбору заявок о намерении заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка газораспределительной сети администрации городского область в Щёлкову собрано и передано в Министерство энергетики Московской области ОМОС и Булгаз 753 заявки. Масштаб социальной кампании впечатляет. Новые абоненты ОМОС и Булгаза появятся в 59 населённых пунктах округа. Сроки сжатые – полтора года. Как было отмечено на штабе, в 39 населённых пунктах состоялись встречи с жителями. В 20 предстоит провести в ближайшие дни. Собственники, чьи домовладения входят в территорию, доступную для газификации, дают письменное согласие или отказ от участия в программе. Таков порядок. МОСОБЛГАЗ и администрация уточняют карты населённых пунктов, подлежащие газификации, занимаются выверкой домовладений, запрашивают от собственников газопроводов, а это, к слову, 74 организации, согласие на присоединение к трубе новых пользователей. Уже появились и первые желающие заключить комплексный договор на газификацию дома – 1044 собственника. 71 уже оформили юридически. Комплексный договор включает в себя проектирование и строительство газопровода на территории домовладения, приобретение и установку газовых приборов, необходимых для комфортной жизни за городом. Первыми в графике работ по газификации, опубликованном на сайте МОСОБЛГАЗа, в городском округе Щёлково стоят деревни Булакова, Протасова, Солнцево, Шевёлкино и село Душёнова. Михаил Налётов, Валерий Жеглей. Щёлковское телевидение. Михаил Налётов, Валерий Жеглей.